Доброе утро! Коллеги, также для вашего собственного и для нашего тоже слева есть раздел «Вопросы и ответы». Пожалуйста, по ходу вебинара задавайте туда вопросы. Мы постараемся в режиме онлайн Сергею на них отвечать. Если вопросы требуют дополнительного времени, мы их разберем либо в конце, либо уже индивидуально с каждым из вас. Итак, давайте начинать. Собственно, представлюсь. Меня зовут Владимир Трифонов. Я являюсь менеджером по развитию решений ВМВ в компании «Системный софт». Вместе со мной будем помещать и рассказывать Сергей Лукьянов, технический эксперт компании ВМВ, гуру своего дела, можно так сказать. Мы сегодня расскажем про уникальную платформу Cloud Foundation, в которой собраны практически все передовые решения ВМВ. Так сказать, платформа под ключ для построения инфраструктуры в компании. Итак, давайте я коротко расскажу о новостях и важной информации, и дальше Сергей расскажет более детально о решении Cloud Foundation. Сергей. Коротко о нашей компании. Нашу компанию на рынке уже 13 лет. Несмотря на все события прошлого года, компания по итогам 2020 года показала хороший рост. Собственность компании «Системный софт» и компании ВМВ являются одними из ключевых партнеров как с их стороны, так и с нашей стороны. Мы движемся вместе с вендором к доставлению благих решений для вашей компании. Далее. Собственно, сейчас проходит специальное предложение на решение бандлы HCI-Kit. Напомню, что бандл HCI-Kit включает в себя решение для серверной виртуализации в Sphere, которое вы все знаете, и, собственно, для виртуализации хранилища решение в S.A.N. Сейчас уникальная возможность получить 20% скидку на такой бандл. По ссылочке можно будет ознакомиться подробнее, когда мы разошлем уже презентацию. Далее. Так, собственно, всех призываю перед тем, как там ознакомиться, если кто не знаком, попробовать решение полноценное, полнофункциональное, бесплатно в течение 60 дней. Для этого и существует специальная пробная версия. Практически все продукты доступны на триальный период. Все заявочки можете отправлять на infrasobakacisoft.ru. Мы в обязательном порядке каждую заявку рассмотрим и предоставим вам триальные ключики на тот продукт, который вам необходимо протестировать. Собственно, моя короткая часть презентации на этом заканчивается. Далее я передаю слово Сергею Лукьянову, техническому эксперту компании ВМВ. Сергей уже расскажет более детально про данную платформу, о всех ее преимуществах и где, как ее использовать. Сергей, пожалуйста, передаю тебе слово. Ну что ж, коллеги, доброе утро еще раз. Я надеюсь, что меня слышно. Владимир, если будут какие-то вопросы по ходу дела, вы меня перебивайте, задавайте вопросы, потому что я не вижу, к сожалению. Да, да. Все вопросы я буду вас перебивать, буду озвучивать их. Отлично, да. Вот, если какие-то сложные вопросы требуют обсуждения, требуют какого-то длительного ответа, я тогда в конце посмотрю и еще вернусь к ним и дополнительно отвечу. Да, отлично, спасибо. Вот, если что-то меня не будет видно, меня не будет слышно, вы меня тоже там перебивайте, вы меня говорите. Конечно. Так, ну что ж, коллеги, давайте поговорим о нашем продукте. И, собственно, это даже не один продукт, это некий бандл продуктов, комплект продуктов. Более того, я даже скажу, что это комплекс продуктов, а не просто комплект продуктов под названием VMware Cloud Foundation. Вот как мы здесь назвали для вебинара флагманская платформа для построения инфраструктуры. Ну, вот это определение, оно может быть не вполне понятно, для какой инфраструктуры, для чего. Ну, вот я постараюсь объяснить, что это такое, для чего это нужно, и тогда, наверное, будет более понятно. Давайте начнем с тех проблем, с которыми сталкиваются многие наши заказчики, которых мы видим. Действительно, сейчас сложная ситуация и в экономике, и сложная ситуация в удаленной работе в связи с пандемией, сложная ситуация, связанная с тем, что меняются информационные технологии. Мы сейчас стоим на пороге внедрения новых технологий, новых технологий программирования, разработки приложений. Об этом я еще скажу. И в результате многие IT-показделения, IT-департаменты столкуются с определенными вызовами. Вот некоторые из них показаны, что время, все занимает слишком много времени, любые изменения требуют, может быть, дней, может быть, недель, иногда месяцев. Вот, сложность, система становится все более и более сложной, их трудно поддерживать, вносить изменения. Стоимость, конечно, не последнюю роль играет, что управление инфраструктурой становится дорогим. Вот, ну и для многих компаний очень важно соответствовать нормативам, либо от кислевым нормативам, либо каким-то государственным нормативам, стандартам. Вот, и действительно, это становится часто проблемой. Почему так происходит? Это связано с целым рядом факторов. Это с различными там выстроенными системами подачи заявок, служебных записок между подразделениями, нехватки сотрудников, которые должны обрабатывать и выполнять это все, ручные конфигурации, ручное изменение. Соответственно, сложность связана с тем, что нету стандартизации, оборудование разнородное, вендоры серверов, одни вендоры SHD, другие вендоры сетей, третий. Нужно выделять какие-то окна обслуживания, когда можно остановить систему, когда можно делать апгрейд или установить какие-то патчи, как правило, это либо ночное время, либо выходной день приходится делать. Вот, стоимость, ну, тоже связана с тем, что есть ограниченная автоматизация, плохая утилизация ресурсов, то есть оборудование, которое установлено у наших заказчиков, очень часто используется там всего на 20-30%. Это и по памяти, и по процессорам, и по емкости SHD, и по различным соображениям невозможно объединить, консолидировать нагрузки на меньшем количестве секторов или меньшем количестве другого оборудования. Ну и безопасность, да, многие наши заказчики стоят перед угрозой какого-то аудита, проверки, требований федеральных законов и тому подобное. Я уже сказал, что мы сейчас находимся на некотором революционном этапе, когда происходит изменение в самом процессе, что ли, разработки приложений. Для большинства наших заказчиков приложения – это самое главное, это бизнес-приложения, ради которых, собственно, и затевается вся IT-инфраструктура. IT-инфраструктура не имеет как бы собственной ценности, а вот те приложения, ради которых все это делается, те приложения, которые позволяют обслуживать клиентов наших заказчиков, которые позволяют обслуживать сотрудников, сейчас разрабатываются по-другому. Сейчас используется микросервисная архитектура, используются контейнеризованные приложения, используются контейнеры Kubernetes, там другие технологии. Создается целое вот такое полотно-меш между отдельными сервисами. Каждый сервис быстро может изменяться, быстро может дорабатываться разработчиками, буквально каждый день, а то и по несколько раз на дню может меняться какой-то компонент этого приложения. И все это требует очень быстрого внедрения, очень быстрой реализации внедрения в продуктиве и, соответственно, поддержки страны операторов, поддержки страны IT-среды. И бывает очень сложно, потому что IT не знает, что там придумал разработчик, какова логика работы приложения, а разработчику не хочется, и, собственно, это не его задача вникать в то, как устроена IT в компании, и какие там сети, какие IP-адреса, какие там ресурсы и так далее. Для него важна именно логика работы приложения, которая определяется бизнесом. Вот, соответственно, с этой точки зрения мы и предлагаем строить СОДы, которые хорошо бы поддерживали современные технологии, современные приложения, позволяли бы реализовать гибкость, используя концепцию SDDC, программно определяемого СОДы. Ну и, соответственно, все компоненты у нас как бы были уже давно, ну, какие-то раньше, такие как V-Sphere, какие-то позже и так далее. Действительно, для многих наших заказчиков компания VMware ассоциируется с продуктом V-Sphere. Но V-Sphere это, как бы, VMware это не только V-Sphere, я бы даже сказал сейчас, это не столько V-Sphere, сколько другие продукты. И сейчас в нашем портфеле уже там более 200 различных продуктов, не считая различных редакций, версий, бандлов и тому подобное. Действительно, для построения программного определяемого СОДа все готово. Есть программно определяемые среда вычислений, есть программно определяемые хранилища, есть программно определяемые сети, есть средства мониторинга, управления, автоматизации всем этим хозяйством. Есть большое количество других компонентов, которые можно сюда добавлять по мере необходимости. Но сразу возникают вопросы, если мы начинаем собирать все вот эти разнородные компоненты, то как, во-первых, обеспечить совместимость с оборудованием, на котором все это работает, а во-вторых, как обеспечить совместимость между собой. Поэтому мы в компании как бы прошли некоторый эволюционный путь концептуально. На первом этапе у нас появились гайды по совместимости. Во-первых, это HCL, Hardware Competibility Guide. Вот. А потом появился VMware Product Interoperability Matrix, то есть матрица, которая показывает, какие версии, какие редакции совместимы между собой из наших же продуктов. Потому что какой-то продукт свежей версии не поддерживает, скажем, на висфере более старой версии и так далее. Кстати говоря, вот эта картинка кликабельная. Когда вы потом будете смотреть слайды еще раз, мы их расшарим, вот, вы можете щелкать по всем этим кнопочкам, по всем этим квадратикам и переходить на соответствующие страницы информации на нашем сайте. Спустя некоторое время появилось понимание того, что, ну, хорошо, матрица совместимости, да, гарантирует совместимость этих продуктов между собой. А как вообще правильно-то построить сот? Что выбрать в качестве строительных кирпичиков для того, чтобы правильно построить сот? Поэтому уже несколько позже, несколько лет назад у нас появился первый VMware Validated Design. То есть это собранные стандартизованные дизайны архитектуры на базе лучших практик, на базе накопленного опыта. И там говорится, как правильно построить сот, какие кирпичики взять, как их соединить вместе, как сделать настройки, там, какие сети нарезать, какие интерфейсы подключить, какие настройки для хранилища сделать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, то есть там действительно очень много правильных, разумных вещей, которым я рекомендую исследовать, когда вы строите сот, программопределяемый сот. Ну и как бы завершение парамиды, логическое, естественное завершение, это автоматизировать вот это построение, использовать комплекс продуктов, которые мы сейчас называем VMware Cloud Foundation, для того, чтобы автоматизировать вот эти VMware Validated Design, а самое главное поддерживать их в рабочем состоянии так, чтобы со временем не отходить от этого правильного дизайна. Действительно, VMware Validated Design включает в себя большое количество документов, вот они здесь показаны, разным цветом выделены, которые говорят, как правильно подготовиться, как правильно настроить, как правильно архитектурно построить и так далее. Сам вот этот дизайн тоже эволюционирует. На сегодняшний день это уже версия 6.2. Ну и, соответственно, VCF, который позволяет реализовать это на практике, автоматизировать не просто на бумаге, как бы почитать и сделать, как на указанном дизайне, а реализовать, внедрить и поддерживать это все. Вот, соответственно, VCF 4.2. Кстати, версия VCF, Cloud Foundation, она на две версии отстает от версии VMware Validated Design. То есть вот сейчас версия VMware Validated Design 6.2, соответственно, VCF 4.2. Перед этим была версия 6.1, VCF 4.1. Перед этим была версия 6.0.1, соответственно, VCF 4.0.1. То есть версия VCF на две единицы меньше, чем вот этот Validated Design. И как только разрабатывается новый Validated Design, новая версия, так и предлагается внедряется новая версия VCF, VMware Cloud Foundation. Вот текущая версия VMware Cloud Foundation включает в себя целый набор продуктов. Ну, начиная с V-Sphere. V-Sphere 7.0, P-0.2. Вот обратите внимание, не Update 2, а это Update 1.C с патчем P-0.2. Вот все эти версии, они должны быть консолидированы, совместимы именно между собой на основании Interoperability Matrix и на основании того, что поддерживается именно VCF. Здесь могут быть не самые последние версии вот отдельных продуктов. Обратите на это внимание. V-Sphere 7.0, NSX-T 3.1 входят сюда. Также входят продукты из семейства V-Realize, V-Realize Automation, V-Realize Operations, V-Realize Log Insight с их оболочкой V-Realize Suite Lifecycle Manager. При необходимости сюда еще включается Workspace ONE Access. При необходимости сюда еще включается Horizon для построения системы VDI. И вот все это управляется при помощи SDDC менеджера. Соответственно, мы получаем не просто набор продуктов, а мы получаем полное законченное решение, которое позволяет автоматизировать весь стэк построенного SDDC, начиная с нулевого дня, то есть быстрого развертывания, расширения, до день 1, день 2, управления, администрирования, до день N, создания, расширения, добавления новых workload-доменов. Увеличение размера каждого workload-домена, накладывание каких-то патчей, апгрейдов и так далее. В том числе и поддержка Tanzu, о чем я буду говорить немножко дальше. Ну и квинтэссенция, которая соединяет все это вместе, склеивает все это вместе, это SDDC менеджер. Вот именно он отвечает за жизненный цикл, отвечает за установку программного обеспечения на железо, подготовленное на совместимое железо. Дальше первоначальную настройку среды, дальше инициализацию ресурсов инфраструктуры для того, чтобы можно было разворачивать уже какие-то прикладные нагрузки. И дальше сопровождение в течение всего жизненного цикла, установка исправлений, патчей, обновлений, апгрейдов, переход на новую версию и тому подобное. SDDC менеджер имеет графический интерфейс, в котором очень удобно смотреть за состоянием всего вот этого программно определяемого цода. Можно смотреть использование ресурсов, можно переключаться между ворклоуд-доменами, которые являются составными частями архитектуры Cloud Foundation. Вот. Отслеживать безопасность, делать какие-то другие настройки. Ну и также отсюда можно делать обновление пэтча для всех компонентов Cloud Foundation. Давайте чуть-чуть остановимся на архитектуре Cloud Foundation. Как в соответствии с валидированными дизайнами мы предлагаем, ну и, соответственно, VCF это делает, мы предлагаем строить дизайн. В VVD, ну и, соответственно, VCF предлагаются две возможных архитектуры. Это консолидированная архитектура. В консолидированной архитектуре домен менеджмента объединен вместе с рабочими нагрузками. Ну и разделение ресурсов может выполняться с помощью ресурс-пулов даже в одном кластере. Вот. И стандартная архитектура, когда менеджмент-домен логически и физически отделен от вычислительных доменов. То есть один менеджмент-домен, на нем собираются все инфраструктурные виртуальные машины, включая SDDC-менеджер, включая вид-центр SECA, включая NSXT-менеджер, включая какие-то другие компоненты семейства Realize и так далее. А вычислительные домены, VI-домены, как они здесь названы, virtual infrastructure домены, отводятся целиком только для пользовательских нагрузок, только для прикладных нагрузок. Их может быть несколько, их может быть много таких доменов. Причем на ходу можно эту архитектуру менять. Можно начать с маленькой архитектуры, с консолидированного дизайна. А в дальнейшем, по мере роста COD, увеличения количества секретов, можно плавно перейти к стандартизованному дизайну на лету, без изменений, без переустановки, без необходимости там все снести и поставить заново. Консолидированная архитектура обычно применяется для небольших COD. Как правило, это порядка четырех серверов. Ну, собственно, это минимум, на котором можно развернуть WISAN, на котором можно развернуть WISFER и так далее. Инфраструктурные виртуальные машины и польские нагрузки работают в одном workflow-домене. Все как бы свалено в одну кучу. Но разделить их между собой можно при помощи ресурсных пулов для того, чтобы менеджмент нагрузки не слишком мешали бы работе каких-то прикладных нагрузок. Все серверы должны быть совместимы с WISAN, потому что в менеджмент-домене обязательно использование WISAN в качестве хранилища. Это могут быть WISAN-ряди ноды или, допустим, самосборные серверы, но все компоненты, которые совместимы с WISAN. И стандартная архитектура. В стандартной архитектуре уже отделены менеджмент-домен. Он один всегда на WISF. И несколько до 14 еще workload-доменов. То есть всего максимум 15 таких workload-доменов. Один из которых – менеджмент-домен. Здесь уже требуется минимум 7 серверов. То есть 4 сервера для менеджмент-домена и минимум 3 сервера для workload-домена. Но рекомендуется тоже использовать 4, поэтому рекомендуется 8 серверов. Прошу прощения, использовать. В каждом домене имеется свой, собственно, WISCenter сервер, который управляет своим доменом. И, соответственно, WISCenter сервер объединяются в Enhanced Linked Mode, ELM, между собой. То есть в WISCenter каждого домена видны ресурсы и другого домена тоже. И можно разделять полномочия при помощи AirBug – Role-Based Access Control. Workload-домен, как правило, создается специально. Специально созданная скида, в которой будет один или несколько кластеров WISCenter. В менеджмент-домене обязательно WISCenter. В workload-домене не обязательно WISCenter. Я сейчас об этом скажу несколько дольше. Да, дальше. Вот. Используется NSX для построения виртуализованной сети, причем может быть выделенной, или общий NSX-T на несколько доменов сразу. И автоматическое развертывание. Менеджмент-домен создается сразу при начальном развертывании. А дальше, по мере необходимости, могут развертываться еще VI, Virtual Infrastructure, рабочие домены. И вот рабочие домены поддерживают WISCenter 7, WISTANZU. Это новое то, что появилось в прошлом году и развивается сейчас и в WISCF 4.2. Это поддерживается, так как мы говорили, что нам нужна поддержка современных приложений. Конфигурационные максимумы следующие. Всего допускается на один из DDC-менеджеров до 15 workload-доменов, то есть один менеджмент-домен и 14 еще дополнительных нагрузочных доменов, до 1000 ESXI-хостов в одном workload-домене и до 4000 виртуальных машин в одном workload-домене. Я уже сказал, что поддерживаются различные типы SHD, но в менеджмент-домене поддерживается WISCAN и только WISCAN. Ничего, кроме WISCAN. При первоначальном развертывании на ESXI-хосты устанавливается WISCFERA, там поднимается WISCAN, используя локальные диски, которые установлены в этих серверах. И так начинает работать менеджмент-домен. В дальнейшем можно разворачивать дополнительный workload-домены, и вот там уже основной SHD, principal storage, как он называется, WISCF, может быть любой, не обязательно WISCAN. Может быть Fiber Channel хранилище, может быть NFS, может быть VWall и тому подобное. Плюс к этому могут еще использоваться дополнительные SHD. Они не будут управляться с DDC менеджером, ими надо будет управлять дополнительно. И здесь вот могут быть как iSCSI, так Fiber Channel, так NFS, так VWall и так далее. То есть SHD, на самом деле, может быть больше, может быть не одна SHD в workload-домене. Вот. Они могут использоваться для различных целей. В чем преимущество использования WISCAN? Действительно, WISCAN поддерживает всю функциональность Cloud Foundation, обеспечивает полное решение с DDC, обеспечивает управление хранением данных на основе политик, автоматизированное развертанное штабирование, управление жизненным циклом и тому подобное. Другие SHD просто предоставляют емкость хранения, ну или поддерживают частично какие-то из этих функций, но не полностью все функции, которые используются в Cloud Foundation. Кстати говоря, есть в WISCAN 7.0, есть такая функция, как HTI Mesh. То есть какие-то домены можно использовать без WISCAN, но вместе с тем использовать емкость хранения WISCAN из других кластеров, из других доменов в том числе. Соответственно, какие-то домены могут предоставлять удаленное хранилище, а другие домены, другие кластеры могут пользоваться этим удаленным хранилищем. Ну, это может быть в том случае, может быть использовано в том случае, если, допустим, емкости хранения не очень большие требуются, производительность тоже не требуется, какие-то экстремально высокие производительности, ну и вы хотите сэкономить на дисках, вы хотите сэкономить на лицензиях, таким образом можно построить кластер WISCAN, работающий с WISCAN, но без WISCAN, вот так что ли можно сказать. То есть кластер из HASOF ESXi, но у которого нет своего собственного хранилища, а он будет пользоваться чужим хранилищем, чужого кластера, в том числе и из другого домена тоже. При построении Cloud Foundation мы можем очень гибко управлять ресурсами. Начинать мы можем с небольшого, с небольшой установки, как я уже сказал, минимум четыре хоста, на которые устанавливается менеджмент домен, SDDC менеджер начинает управлять этим менеджмент доменом, на нем поднимается WISCAN, на нем поднимается сеть, все начинает работать. В принципе, на этом можно остановиться, если мы используем консолидированный дизайн. Если же мы хотим использовать не консолидированный дизайн, а стандартный дизайн, то мы тогда добавляем еще дополнительные домены. Мы набиваем нашу стойку серверами, вплоть до максимальной емкости этой стойки, соответственно, ставим top of rack коммутаторы, парочку для отказа устойчивости, отдельно делаем менеджмент коммутатор для out-of-band менеджмента всеми компонентами, всеми устройствами, которые у нас есть, находятся в стойке. Ну и вот это свободное пространство, свободную емкость мы начинаем использовать под какие-то workload домены. Допустим, там несколько секторов отводим под production workload домен, еще несколько секторов отводим под VDI workload домен. У нас остается свободная емкость, которую мы можем вначале пока не использовать, а потом по мере необходимости дополнять к существующим доменам. Мы можем расширять домены на вот эти свободные серверы, либо один домен, либо другой, в рамках свободной емкости. Не хватает емкости, соответственно, добавляем еще реки, набиваем их серверами, вплоть до максимального, то, что позволяет висферы максимумс. Соответственно, объединяем их все при помощи спайн-коммутаторов, все top of rack коммутаторы вывозим на спайны. Создаем новые логические домены, расширяем домены на соседнюю стойку при необходимости, если не хватает емкости в текущей стойке. Создаем еще новый домен, допустим, там база данных. Создаем какой-то домен для Project X. Не нужно нам, закончился этот проект, мы его убираем и заменяем на другой домен, в котором будет поддерживаться контейнеризованное приложение Tanzu, например, и так далее. То есть все очень гибко, все очень динамично, и все это может расширяться, развиваться по мере необходимости, то есть начинаться с маленького, с четырех секторов, а расширяться до сотен секторов, до тысяч секторов по мере необходимости. И, соответственно, все это представляет собой единый пул ресурсов, на котором мы можем разворачивать необходимые ворклод домены. И поддерживать разные типы секторов. Мы можем использовать разные секторы для различных ворклод доменов. В рамках одного ворклод домена, в принципе, тоже допускается использовать разные секторы, но для предсказуемости, для единообразия лучше, конечно, использовать более-менее одинаковые по емкости, по типу процессора и так далее. Поддерживаемые топологии. Мы можем развернуть все ворклод домены в одном сайте, на одной площадке. Один из DDC-менеджеров у нас будет связывать несколько вит-центр секторов. Каждый вит-центр секторов будет управлять своим ворклод доменом. Если у нас несколько территориальных площадок, мы можем построить растянутую конфигурацию на базе VESAN встречат кластер. Но тут есть жесткое ограничение. То есть вот это синхронное реплицирование, которое есть в VESAN встречат кластер, работает при временных задержках не более 5 миллисекунд. Поэтому такие сайты должны быть территориально близко друг к другу. Мы можем также управлять какими-то другими филиалами, другими площадками из VESAN, которые находятся в центральном офисе. Обычно это используется для робо-решений, когда у нас есть какие-то филиалы, когда у нас есть какие-то представительства компании, небольшие по объему, и там нет своего администратора айтишного. Мы управляем VESAN из центрального офиса. Но при этом логически создаем это как отдельный ворклод-домен. Наконец, мы можем создавать мультисайтовое разворачивание, используя несколько SDDC менеджеров, объединяя их вместе через Malcy Instance Management, используя федерацию на уровне NSX-T. В каждом из вот таких VCF-ов будет свой NSX-T. Мы можем объединять и использовать растянутые L2-сети при необходимости, либо маршрутизируемые сети на уровне L3. И здесь уже ограничения по временным задержкам уже более слабые. Здесь до 150 миллисекунд допускаются временные задержки. Ну, собственно, так же, как между SDDC менеджером и V-центром тоже до 150 миллисекунд временные задержки могут быть. Вот такие решения могут быть. И действительно, можно построить, вот, например, такое катастрофоустойчивое решение. Это не отдельный какой-то дизайн. Это то, что на предыдущей схеме было отмечено под номером 2, когда Stretched Cluster используется. Мы действительно используем Stretched Vesan Cluster для хранения рабочих нагрузок. При этом обратите внимание, что необходимо, чтобы в менеджмент-домене тоже был растянутый Stretched Vesan Cluster. В этом случае мы можем обеспечить полную отказоустойчивость. Если у нас полностью какой-то сайт выходит из строя по причине, там, не знаю, стихийного бедствия, наводнения, землетрясения, пожара или что-то еще, или просто отключения питания, то второй сайт у нас полностью работает. У нас там есть полная копия всех рабочих нагрузок, в том числе и управляющих рабочих нагрузок, которые работают в менеджмент-домене. И спустя какое-то небольшое время виртуальные машины переподнимаются в другом сайте, на другой площадке. Здесь они называются как Availability Zone и продолжают работать. Причем не требуется, чтобы обязательно все workflow-домены были бы растянутыми. Если у нас есть какие-то workflow-домены, которыми мы готовы пожертвовать в случае выхода из строя площадки, да, пожалуйста, их можно не растягивать на другую площадку, а оставить на одной площадке. А растянуть только те, которые нам необходимы в любом случае, в случае любой такой катастрофы. Да, забыл сказать, что для обеспечения растянутого кластера WISAN требуется обязательно некоторый третий какой-то сайт, третья площадка, на котором будет размещаться Arbiter, Witness. Это в том числе может быть и публичное облако или просто какой-то отдельный компьютер, который стоит, ну, где-то отдельно. И мы гарантируем, что он не выйдет из строя вместе с одной из других площадок. Сейчас в WISAN 7.0 Update 2 вот этот Witness может быть shared, разделяемым. То есть один Witness может быть для нескольких растянутых кластиков. Как происходит развертывание Cloud Foundation? Раз мы говорим о том, что мы соответствуем... Сергей, можно я тебя перебью? Да-да. Тут вопрос в чате. Будет ли от Вячеслава, будет ли корректно работать Vimotion при VMware HCI Mesh? Нужна ли дополнительная настройка и VC? VC. Vimotion в случае HCI Mesh. Да, да, будет работать Vimotion. Поскольку виртуальная машина будет перемещаться в другой кластер, будем говорить, между доменами... Тут отдельный вопрос. Пока не будем затрагивать его. Между кластерами в пределах одного ворклоуд-домена. Виртуальная машина перемещается в другой кластер, но этот кластер пользуется ресурсами первого кластера, откуда виртуальная машина приехала, то есть файлы этой виртуальной машины для него также доступны. Он также видит этот дата-стор. Поэтому Vimotion будет работать. Спасибо. Так, пока нет вопросов еще, да, по ходу, по теме? Пока больше нет. Ладно, идем дальше. Соответственно, развертывание должно производиться в соответствии с VVD, в соответствии с архитектурой, которая предписывается VVD. И это тоже автоматизировано. Тут происходит как бы вытягивание самого себя за волосы из болота. То есть изначально у нас ничего нет, и нам нужно, чтобы что-то у нас появилось. Вот. И чтобы что-то появилось, у нас должно что-то работать. Ну, соответственно, администратор IT, работая пока за персональным компьютером, готовит в виде некоторого описания, в виде экселевской таблички, вот такой дипломент параметры SHIT, в котором описывает все, что у нас должно быть. Все IP-адреса, все названия виртуальных машин, логины, пароли, которые должны быть заданы на этих серверах, вернее, даже не виртуальной машины, а серверах, хосты и SCI, которые должны быть заданы, как все это должно быть связано, какая версия, и так далее, и так далее, где лежит образ. И вот все это готовится в виде такого файлика, описания. То есть мы используем концепцию infrastructure as code. То есть сначала это просто код. Дальше у нас начинает работать Cloud Builder Appliance, то есть это служебная виртуальная машинка. Пока еще ей не на чем работать, она может работать в Workstation или в Fusion на том же компьютере, на котором работает администратор. Или если существует уже какая-то инфраструктура, ее можно просто поднять как отдельную виртуальную машину. Главное, чтобы она была в той же самой сети. Вот. Вот этот экселевский файлик перекомпилируется в JSON формат, и JSON формат скармливается вот этому Cloud Builder Appliance. Cloud Builder Appliance, соответственно, подключается к хостам ESXi, вот, и начинает развертывать вот эти компоненты по одному. Сначала устанавливает, да, допустим, у нас ESXi уже установлены. Это более простой вариант, который поддерживался в более ранних версиях Cloud Foundation. То есть ESXi просто базовые установки должны быть на хостах установлены. Ни в центре, ничего нет. Вот, он подключается к каждому ESXi, выполняет первоначальное конфигурирование, устанавливает в центре, создает висан на них, дальше устанавливает NSX, устанавливает SDC Manager, Realize и так далее, пока, наконец, не будет построен полностью менеджмент домен. И дальше, когда уже работает менеджмент домен, начинают разворачиваться все остальные компоненты, которые необходимы для работы менеджмент домена и дополнительных доменов, которые мы также опишем. Причем вот этот процесс происходит автоматически, занимает примерно два-два с половиной часа, может быть, чуть побольше, в зависимости от конфигурации, в зависимости от производительности серверов. И здесь участие администратор уже не требуется. То есть, после того, как произведена компиляция вот этого файла, deployment parametric shift, дальше все происходит автоматически. Можно идти пить кофе, в это время все будет магическим образом устанавливаться. Можно сейчас использовать и неподготовленные хосты, хосты, на которых не установлены ESXi. Используя via imaging service, он в составе Cloud Builder идет, мы можем ему указать ISO файлик, с которого будет устанавливаться образ ESXi. При необходимости можно добавить еще какие-то Vib-модули. Можно использовать кастомизированные образы для различных вендоров от Hewlett Packard, от других производителей, от Dell и так далее, и так далее. Включить сюда в Image еще дополнительные какие-то Vib-модули, дополнительные драйверы, которые нам будут необходимы для соответствующего сервера. Таким образом встроится кастомизированный образ, и дальше по PXE он автоматически разворачивается на неподготовленный сервер. То есть просто сервер, который вот с завода, заводской конфигурации, на него будет автоматически устанавливаться ESXi. Вот сейчас это можно автоматизировать вплоть до такой степени. Дипломент параметры шит, в котором указывается конфигурация, включать в себя целый ряд таких пунктов, параметров. Ну, во-первых, prerequisite checklist – это чисто напоминалка для администратора. Не забыть сделать. То есть он делает, какие-то параметры задает и ставит там галочки просто для себя. Они никак не обрабатываются. Дальше определяются имена, названия компонентов, апплайенсы, какие объемы виртуальных процессов, объемы памяти, хранилище будет сдаваться и так далее. Автоматически подсчитывается сводка, сколько всего потребуется ресурсов для этого и так далее, и так далее. При необходимости там же задаются лицензионные ключи, как вы видите. Указывается, какие пользователи, какие группы будут созданы, какие хосты и сети должны быть созданы с IP-адресами, с там MAC-адресами и так далее, и так далее. Параметры развертывания, что должно быть сделано, должен ли быть создан встреч-кластер или не должен быть создан встреч-кластер. Опять же, с IP-адресами в другой availability-зоне или нет, где witness будет размещаться и так далее. То есть все это задается в виде эксельской таблички. Вот. И потом это уже вскармливается клаудбилдеру. Чек-лист, как я уже сказал, это просто набор пунктов, которые нужно пройти и пометить, что все оборудование находится в списке ВИСАН hardware compatibility list, оборудование там идентичное в пределах одного кластера, процессор, поддерживаемый висферой, память достаточного объема, ну и так далее, так далее. Вот по всем этим пунктам надо пройтись, отметить для себя, ну и выполнить на практике, если что-то не соответствует, что-то поменять, и только потом можно уже действительно разворачивать. Автоматическое разворачивание Verilize Suite. После того, как будут развернуты все необходимые инфраструктурные компоненты, то есть ВИСФЕРа, ВИСАН, NSX и так далее, происходит разворачивание уже компонентов для мониторинга и управления Verilize Suite. SDDC менеджер разворачивает сначала Verilize Suite Lifecycle Manager, устанавливает его on VCF AVR, то есть он понимает, что он работает в данном случае в среде VCF, а вот Lifecycle Manager уже начинает разворачивать все остальные компоненты, которые необходимы. Verilize Operations Manager, Log Insight, Automation, если необходимо и так далее. То есть действительно строится полноценная облачная инфраструктура для управления, для мониторинга вот всем этим хозяйством. И, соответственно, настраиваются Workload Domene под управление данным Verilize Suite. Управление жизненным циклом. Сергей, перебью тебя, вопросик есть. Пожалуйста. Можно настроить вопрос от Юрия. Можно настроить двухфакторную нотификацию и доп. пароль на изменение и удаление ресурсов? Да, двухфакторная аутентификация поддерживается. Более того, можно настроить интеграцию с Active Directory, то есть федерацию такую, как у нас называется, с Active Directory. Вот. Двухфакторная аутентификация тоже поддерживается и на уровне Active Directory и автономно может поддерживаться по сертификатам. Вот. А Airbag, Roll-Based Access Control, уже будет задавать, что каждому пользователю можно делать. Один может только просматривать информацию, а другой может выполнять какие-то административные действия. Да, это все делается. И еще вопрос от Ивана. Да. В ESXI возможно использовать API-интерфейс в Storage как следствие использования собственного приложения резервного копирования? Можно использовать, но это не будет поддерживаться VCF-ом. То есть это как бы за пределами, за рамками VCF будет делаться. То есть резервное копирование, да, можно сделать, оно скопируется, при необходимости потом можно восстановить, но VCF никакого отношения к этому иметь не будет. Ну, пока вот на данном этапе это не включено. Все, спасибо. Больше пока нет вопросов. Да, хорошо. Процесс обновления вообще говоря непростой. Мы говорили, что у нас есть интеропериабилити матрикс, то есть продукты должны быть совместимы между собой, и когда выходит новая версия какого-то продукта, не всегда это может быть совместимо с другими версиями других продуктов. Поэтому процесс обновления должен быть согласованным, то есть синхронно обновляться версии различных компонентов Vesphere, Vesana, NSX, Veralize до тех, которые поддерживаются, которые совместимы между собой, которые проверены и которые проверены именно в составе Cloud Foundation, то есть которыми может совместно управлять SDDC менеджеры. Вот SDDC менеджер действительно такой пэтчинг и апгрейдинг делает именно согласованно, когда он уверен, что все эти компоненты будут совместимы между собой. Причем делаться это можно отдельно по кластерам. Сначала апгрейдится менеджмент кластер, а потом все остальные домены причем по кластерам. То есть сначала один кластер, потом другой кластер обновляется и так далее, пока не будет обновлен весь домен. И так один домен за другим доменом. В результате мы действительно получаем полноценное управление жизненным циклом. Когда выпускается новый пакет обновлений, у нас появляется оповещение в интерфейсе. Мы можем проверить готовность инфраструктуры к внедрению этого обновления, запланировать обновления, скажем, на ночное время, на выходной день, ну, чтобы не делать это все на живую, хотя допускается делать и вживую. Виртуальные машины при необходимости будут мигрировать на другие серверы, пока сервер обновляется на новую версию висферы, к примеру. Но из соображений все-таки лучше перебдеть, то лучше это планировать все-таки на ночное время или на выходной день. И отслеживание прогресса. Если что-то пошло не так, то мы всегда можем вернуться к предыдущему состоянию, когда все работало. Ну и кроме того, Lifecycle Manager сначала сделает такой виртуальный притчек. он проверит, а вообще это может пройти, нет ли каких-то проблем связанных с оборудованием или совместимыми с другими версиями, которые могут помешать выполнить этот апгрейд. Вот. Только тогда он будет его, собственно, выполнять. Вот здесь видно в интерфейсе, что есть кнопочка при чек. Мы можем просто нажать при чек. Реально ничего изменяться не будет, просто будет сделана проверка. Пройдет это, не пройдет. И выполнить соответственно планирование шедерлинг. Либо по желанию нажать кнопочку Update Now, обновить сейчас. Ну и мониторинг всех этих апдейтов также будет выполняться для того, чтобы гарантировать, что все выполнено успешно. Если нет, то будет произведен откат на предыдущее состояние. В текущей версии, ну и кстати, это началось еще с предыдущей версии VCF, поддерживается и Lifecycle Manager в Висфере. В 7.0 Висфере есть свой Lifecycle Manager, вот, и сейчас Cloud Foundation его также использует для того, чтобы апгрейдить Висферу вместе с фирмвер и драйверами от вендоров. На данный момент поддерживаются серверы от трех вендоров, от Dell, HP и Lenovo, и то определенные Dell, это 14-15 поколение, HP Gen10 и Lenovo SyncGile VX используются. Устанавливаются соответствующие плагины вендоров, которые следят за оборудованием и при необходимости накатывают обновления на отдельные контроллеры, на отдельные адаптеры, BIOS, драйверы в Висфере и тому подобное. Причем используется в отличие от предыдущего ВУН в сфере Update Manager используется не императивная, а декларативная модель целевого состояния. То есть формируется некоторый новый целевой образ, в который включены все необходимые компоненты и образ применяется к кластеру. И дальше вот этот Lifecycle Manager следит за состоянием этого кластера. Если наблюдаются какие-то расхождения, ну, допустим, добавили новый сервер, который еще не обновлен, не проапгрейден, или были сделаны какие-то изменения на отдельном сервере, и, соответственно, он не попадает вот в это целевое состояние, обнаруживается расхождение и принудительно накатывается вот этот образ для того, чтобы устранить это расхождение. То есть все это тоже автоматизировано. Управление жизненным циклом может выполняться в онлайне, то есть когда SDDC Manager непосредственно лезет VMware Depot и скачивает оттуда пакеты обновлений для того, чтобы их потом применить к существующей инсталляции Cloud Foundation. И также если VCF не имеет доступа в интернет, не имеет доступа к VMware Depot, это можно сделать вручную. Пакеты обновлений можно скачать вручную каким-то образом, потом перенести их на компьютер, который доступен для Cloud Foundation и используют утилиты командной скаки в составе SDDC Manager. Вот она здесь показана LCM Tools. И, соответственно, вот этот имидж будет воспринят, помещен в депозитарий и потом применен к доменам, к Workflow доменам уже VCF. Теперь следующий момент. Cloud Foundation with Tanzu. Я уже говорил, что мы сейчас ориентируемся на то, что разработчики разрабатывают приложения по-новому, используя новые технологии, используя контейнеризованные приложения. И вот в прошлом году вышла Vsphere 7.0, которая поддерживает Kubernetes уже непосредственно в ядре гипервизора Vsphere. Наше семейство продуктов Kubernetes называется Tanzu. Там в Tanzu входит довольно большое количество компонентов и есть разные редакции от Basic, Standard до Advanced и так далее. Вот соответственно сейчас Cloud Foundation под текущей версии понимает Vsphere VsTanzu и мы можем говорить про Cloud Foundation VsTanzu. Действительно Cloud Foundation VsTanzu позволяет создавать полноценное решение, полностэковое решение, я бы сказал, для запуска контейнеров и виртуальных машин. Причем на одной и той же инфраструктуре могут запускаться одновременно и виртуальные машины и контейнеры, контейнеризованные приложения. Соответственно SDDC менеджер выполняет согласованной операцией автоматизации управления всем этим хозяйством. Vsphere поддерживает контейнеры непосредственно в ядре гипервизора, хотя в принципе можно и контейнеры в виде виртуальных машин развернуть, используя наш Tanzu Kubernetes Grid. VsAN предоставляет так называемый persistent storage для этих контейнеров. NSX, конкретно NSX-T предоставляет интегрированную сеть и безопасность для поддержки контейнеров. Каждый под контейнеризованный имеет свой IP-адрес, свои настройки. Мы можем создать firewall индивидуально для каждого пода, то есть работать с ним так же, как с виртуальной машиной, хотя он меньше по объему, меньше накладной расходы, чем для виртуальной машины. Ну и вот TKG, несколько видов есть TKG, Tanzu Kubernetes Grid, обеспечит полное соответствие Kubernetes. Ну, действительно, компания VMware полностью поддерживает вот эту инициативу open-source Kubernetes. Мы являемся вторым по размеру контрибутором в этот проект Kubernetes после Google. И главный идеолог, основатель вот этого проекта Kubernetes Joybedo, он работает у нас в компании и действительно мы полностью поддерживаем как бесплатные версии Kubernetes, так и наши платные Tanzu версии Kubernetes. Tanzu отличается тем, что предоставляет поддержку, предоставляет целый набор дополнительных компонентов для мониторинга, для управления, для автоматизации работы, предоставляет интеграцию с NSX, с Visan для полной поддержки вот этих кластеров Kubernetes. Поэтому Tanzu это практически знак равенства Kubernetes ванильным open-source Kubernetes, ну плюс к этому еще целый набор дополнительных вещей. То есть приложения, которые были разработаны для ванильного Kubernetes, будут без всяких изменений нормально работать на Tanzu. Приложения, которые разработаны для Tanzu, они будут работать и на ванильном Kubernetes, но при этом не будет некоторых сервисных возможностей, сервисных функций, которые предоставляет Tanzu. Соответственно, мы рекомендуем использовать Kubernetes именно на VMware Cloud Foundation. Без Cloud Foundation у нас может быть несогласованный bill of materials, то есть несогласованные кластеры, серверы с разной конфигурацией между кластерами, за которыми надо следить, подгонять и проверять, что все будет работать нормально, что будет обеспечиться необходимый уровень производительности, что не будет проблем с перемещением контейнеров на другой кластере или другой узел в этом кластере и так далее. Без VCF всем этим хозяйством трудно управлять, трудно администрировать, ну и большое количество ручных операций и склонных к ошибкам. И разворачивание новых приложений может занимать дни и недели. С VCF мы имеем стандартизованный bill of materials, то есть стандартизованный набор серверов, стандартизованный набор программных продуктов, автоматизированная поддержка жизненного цикла, снижение трудоемкости администрирования за счет автоматизации процессов и разворачивание новых приложений будет занимать минуты, ну или часы в крайнем случае. Поэтому действительно мы рекомендуем использовать Kubernetes именно в среде Cloud Foundation, на платформе Cloud Foundation. Cloud Foundation позволяет найти общий язык разработчикам и администраторам. у каждого свои цели, у каждого свои задачи, разработчику нужно обеспечить функциональность тех приложений, которые он создает, ему нужны некоторые уровни абстракции, абстрактные хранилища, абстрактные сети, абстрактный под и так далее, для того, чтобы не вдаваться в детали, как это все реализовано, как это работает на физике, как это работает на более низком уровне. А администратору нужны удобные инструменты, которые позволяли бы управлять вот этой инфраструктурой, инфраструктурой для разработки, инфраструктурой для эксплуатации разработанных приложений, точно так же, как администратор привык работать с виртуализованной инфраструктурой висферы. Соответственно, привычные инструменты для администратора, он все видит висферы клиент, он видит и виртуальные машины, видит namespace, видит поды, видит кластеры кубернейц в общем дереве объектов и назначает ресурсы, назначает управление, распределяет роли пользователей и так далее, точно так же, как он работал с обычной виртуализованной инфраструктурой. Сергей, можно я тебя перебью на секунду? Да, вопросиками. В случае выхода из строя, вопрос от Вячеслава, из строя VCCA, будет ли продолжать работать Tanzu? VCCA, 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 сейчас, Вячеслав, можете, пожалуйста, уточнить. Я не совсем понял, что такое VCCA. Да, сейчас Вячеслав дополнит, и, может, второй вопрос. Вот, но я, может, опережаю. VCCA, 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 VCCA. Все будет продолжать работать точно так же. Потеряются возможности управления, потеряются возможности чего-то создавать, чего-то изменять, чего-то назначать. Это да. Но то, что работало, все будет продолжать работать, как было. Это в равной мере и относится к Tanzu. И еще вопрос от Вячеслава. Есть ли какой-то встроенный механизм по резервному компированию Tanzu? Да, есть. Там в Tanzu есть продукт Велеро. Вот Велеро предназначено именно для резервного копирования. Ну, резервное копирование, там понятия резервного копирования немножко другие, отличаются от привычной виртуальной инфраструктуры. Большинство контейнеризованных приложений являются стейтлесс, и мы не должны как бы их сохранять и там следить за их состоянием. То есть, если умерло, ну, умерло и умерло. Мы можем всегда создать новые интенсы этого компонента. Наверное, речь идет о сохранении персистент волиум, сохранении каких-то накопленных данных. Вот, да, в Tanzu есть Велеро, которое позволяет это делать. Так, и еще вопрос от Ивана. Сравнение с Ажуром и Google Cloud. Ну, наверное, тут, наверное, уточнение, да, что именно сравнивать. Да, что именно сравнивать. Дело в том, что в Ажур и в АВС как бы есть наше подразделение, VMware Cloud, он АВС, и, ну, соответственно, не помню, как называется, немножко по-другому называется на Ажур, и Cloud Foundation может быть развернут там тоже, и через Cloud Foundation мы можем построить гибридное облако, то есть будет управляться и локальная инфраструктура, и инфраструктура в публичном облаке. Собственно, это одна из целей Cloud Foundation. Спасибо, пока у него нет вопросов. Пока нет. Ну, хорошо, я тогда продолжу. Вот, соответственно, как это выглядит в интерфейсе в центре сервера. Мы видим, что наряду с серверами тут еще появляются объекты, такие как namespace, кластеры, поды и так далее. В то же время для разработчика есть свои привычные инструменты, есть привычные команды, как он, кибрид, CTL, вот, работа с YAML файлами и так далее. То есть, как правило, идет работа вот с такими файлами, не настраивается через графическую оболочку, а настраивается, все создается через такие файлы, разворачивается. И это стандартный кибрид, CTL, команда, может быть, с некоторыми расширениями, с некоторыми дополнениями, которые позволяют использовать возможности Cloud Foundation. Поэтому для разработчика тоже все удобно. Висфера со встроенным Kubernetes, Tanzu. Глядите, вот стандартная как бы висфера. На каждом хосе из XI есть хос D, который обеспечивает работу компонентов самой висферы. В висфере 7 появляются еще некоторые дополнительные компоненты. Это так называемый Supervisor Control Plane Image, который поддерживает встроенные кластеры Kubernetes. Создает некоторую платформу. Если мы говорим, что в Kubernetes есть так называемый QubyLed, то здесь они называются SphereLed. SphereLed Vibs устанавливаются на ESXi хосты во время процесса включения Supervisor кластера. Прошу прощения. Сервис Workload Platform WCP предоставляет REST API для администрирования на ESXi в кластере. То есть, соответственно, ими можно управлять через REST API. Но, как мы видели, их видно и в интерфейсе BitCenter Server. Соответственно, самые файлы, вот здесь показано, конвертируются в JSON Web Token при аутентификации. И SphereLed уже работает с этими JSON Web Token. То есть, специальная служба есть, которая позволяет вот это конвертировать. Вот она здесь показана. Действительно, вместе с HostD, которая обеспечит поддержку для виртуальных машин, работает еще вот эта сфера LED, которая поддерживает контейнеризацию приложений, работу кластеров Kubernetes. И общий супервизор Control Plain VM, он поддерживает работу вот всех этих компонентов. В результате ESXi-хосты одновременно становятся Kubernetes worker нодами. Один из них мастер, вот, остальные просто воркеры будут работать. VI-админ работает через BitCenter, управляет всей инфраструктурой через BitCenter, а DevOps-инженер работает непосредственно супервизор Control Plain VM, используя команду Kubernetes CTL. Требования к инфраструктуре для поддержки Tanzu. Соответственно, это должен использоваться Cloud Foundation 4.0 или более новый, 4.1 или 4.2, на базе WSphere 7.0, WSAN 7.0, NSX-T3.0 или более новых версий. Минимум 4 сервера требуется. Разворачивается NSX-T фабрика для поддержки сети. Она автоматически разворачивает при создании VI-вокклод домена. И, соответственно, отдельная NSX-T фабрика для каждого VI-вокклод домена. Хотя, может быть, и шерид разделяемый. То есть, один NSX-менеджер может быть привязан к нескольким окклод доменам. Дальше создается двухузловой Active-Active Edge Cluster в NSX-T. Разворачивается через SDC-менеджер после создания VI-вокклод домена. Large Form Factor и BGP требуется для обеспечения связи с внешней средой, с физикой, ну или, по крайней мере, со спайн-коммутаторами. Процесс развертывания показан на следующем слайде. Начинается создание VI-домена, разворачивается Edge Cluster, включается Workload Management. Это все делает IT-администратор через EDT-менеджер. Потом через V-сферы Web Client создается Content Library, Namespace, разворачивается Harbour, как хранилище образов Kubernetes. И дальше разработчик уже использует привычные команды, интерфейсы командной строки, Kube, CTL, для того, чтобы развернуть уже необходимые кластеры и развернуть контейнеры, в которых будут работать соответствующие приложения. Вот так происходит совместная работа. То есть IT-администратор и разработчик не конфронтируют между собой, а работают совместно на единую среду разработки и внедрения эксплуатации приложений. Так, в конце моей презентации хотелось бы чуть-чуть остановиться о преимуществах для бизнеса, что вообще дает Cloud Foundation для бизнеса. То, что мы увидели у наших реальных заказчиков. Это в 15 раз более быстрое развертывание облака, чем просто создание отдельных компонентов, отдельных уровней вот этого всего стека, снижение времени развертывания с нескольких месяцев до 4 дней. Простое повторяемое внедрение, то есть один дизайн, соответствующий нашему VVD, который развертывается по всему миру. То есть все как бы баги, косяки уже выловлены, уже определены. Ну и, кроме того, появляются новые версии, разрабатываются новые версии VVD для того, чтобы соответствовать новым продуктам, ну и новым каким-то появляющимся тенденциям, новым технологиям, которые сейчас в отрасли используются. В 20 раз более быстрый запуск приложения, особенно используя решение Tanzu, и полностью автоматический запуск приложения за минуты, вместо 24 дней приложение запускается в продакшн продуктив. До 40% снижения TCO за счет автоматизации, за счет более эффективного использования оборудования, за счет консолидации ресурсов и тому подобное. Это действительно было. Кстати говоря, если мы разворачиваем Cloud Foundation не в Greenfield, не на новом месте, то можно выполнить живую миграцию цода на VCF. Допустим, есть традиционный цод, мы разворачиваем Cloud Foundation, и при помощи VMware HCX, Hybrid Cloud Extension, мы делаем миграцию на Cloud Foundation. Да, это будет не миграция на месте, это будет миграция на новые серверы, на которых развернут Cloud Foundation, но приложения будут принесены практически без заменения, причем на ходу. Таким образом, мы создаем частное облако непосредственно в СОДе на Cloud Foundation. Вот этот VMware HCX, Hybrid Cloud Extension, позволяет мигрировать как в частное, так и в публичное облако. То есть мы можем развернуть часть нагрузок теперь в публичном облаке у какого-то провайдера, либо в Amazon, либо в Azure, либо в Google, либо еще в каком-то облаке, в котором мы тоже можем поднять Cloud Foundation. И все это будет управляться через Cloud Foundation, либо одним Cloud Foundation, либо через федерацию Cloud Foundation. Кстати, федерация – это новая вещь, которая появилась вот только в версии 4.2. Те серверы, с которых рабочие нагрузки ушли, мы можем переформатировать и, соответственно, добавить как новый вакклод домен в облако VCF. Поэтому они никуда не пропадают, они не теряются, они будут использоваться как дополнительные ресурсы. Так, ну и под конец хотелось бы сказать пару слов к редакции и лицензированию Cloud Foundation. Сергей, смотри, еще раз перебью. Это продолжение истории про облака, Azure и Google. Вот коллега из Иван спрашивает в продолжении своего вопроса, в чем тогда преимущество в Cloud Foundation, если можно использовать все на Google Cloud? Если я правильно понял вопрос. Какие плюсы? Да, вопрос тут может быть многопладовым и таким философским, что ли. Ну, я отвечу просто, что мы можем управлять теми ресурсами, которые у нас уехали в какое-то облако, либо в Azure, либо в Amazon, при помощи нашего Cloud Foundation. Через нашу локальную управлялку мы видим все ресурсы, которые у нас находятся и в локальном облаке, в частном облаке, и в публичном облаке. И мы можем при необходимости мигрировать нагрузки туда и обратно. То есть мы не теряем управление. Не требуется использовать какие-то другие инструменты управления, которые доступны в нативном Амазоне или Azure. Вот так, что ли. То есть единая среда управления, единая среда мониторинга, единая среда контроля. Ну, то есть я правильно понимаю, что это, наверное, больше история, когда заказчик использует локальную инфраструктуру. Здесь, если полностью заказчик сидит в облаке, соответственно, Cloud Foundation здесь не используется. Согласен. Если заказчик целиком работает в облаке и пользуется целиком ресурсами облака и всеми управляющими инструментами, которые есть в облаке, ну, наверное, да, нет смысла туда городить еще Cloud Foundation. Cloud Foundation позволяет нам построить локальный сот как облако в виде облака, то есть как частное облако такое, и сделать гибридное облако вместе с ресурсами, которые находятся в публичном облаке. Вот для таких сценариев используем. Да, я думаю, мы ответили на этот вопрос. Спасибо. Так, Cloud Foundation доступен в нескольких редакциях. В зависимости от редакции, там включены разные версии, в разные редакции, точнее говоря, продуктов, висферы, висан и других компонентов. Вириолайз появляется только в редакциях Advanced Enterprise. Вот, есть редакции с висаном, есть редакции без висана. Они называются for external storage для внешнего СХД. Но имейте в виду, что для менеджмента домена нужно обязательно использовать висан. Редакции без висана можно использовать только в вычислительных в окно-доменах, если в качестве основного хранилища будет использоваться какое-то другое хранилище. Да, часто задаваемый вопрос про лицензии на витцентр сервер. Витцентр сервер не входит в состав Cloud Foundation. Cloud Foundation лицензируется по процессорам, как и висферы, как и другие продукты. Витцентр приобретается отдельно. Причем достаточно одной лицензии витцентра. Хотя витцентров будет много, в каждом в окно-домене будет свой витцентр сервер, но все они будут лицензироваться одной и той же лицензией, одним и тем же ключом. Поэтому приобретается только один витцентр сервер. Допускает скомбинировать разные редакции в разных workload-доменах. Да, можно в менеджмент-домене использовать какую-нибудь редакцию стандарт, а в workload-домене вычлительном уже использовать advanced или enterprise. Да, пожалуйста. Соответственно, есть редакции с танзу, и в принципе есть те же самые редакции без танзу. Есть еще вот такой стартер, набор без танзу. Там еще зависит от того, приобретается в составе ЕЛА или в составе без ЕЛА. Есть еще различные варианты эдонов. Если у вас уже что-то есть, там, висфер, висан или что-то еще есть, то можно докупить только недостающие компоненты. Также есть редакции для робо, также есть редакции для VDI, также есть дополнительные бандлы, security-бандлы, которые включают distributed IDS, IPS, NDSX Advanced Load Balancer, Carbon Black and Boint Advanced для более высокой безопасности. То есть, на самом деле, вариантов приобретения очень-очень много, поэтому обращайтесь к партнеру, в частности, компании CISOF, для того, чтобы получить полную консультацию, как вам лучше приобрести, в какой редакции, в каком варианте лучше приобрести Cloud Foundation. Тут требуется действительно помощь опытного продавца, который подберет наиболее подходящий вариант. И хотел бы сделать еще анонс. Буквально недавно, 31 марта, была объявлена подписочная модель, лицензированная на VCF. Вот на предыдущем слайде вы видели, что все продукты, вот зеленым цветом отмечены, это perpetual лицензии, неограничены по времени. Танзу всегда идет только по подписке, только на год, на два, на три года и так далее. То есть, там в Танзу нет бесконечных лицензий, нет перпечивов. Сейчас можно и VCF приобретать тоже под подписочные модели на год, на два, на три и так далее. В чем преимущество? Соответственно, вот эта подписочная модель VCF, она входит в подписочную модель VMware Cloud Universal. VMware Cloud Universal предоставляет как бы новый уровень гибкости для потребления многооблачной инфраструктуры и управления подписками, правами, распределением инфраструктуры VMware Cloud для многих продуктов, не только для VCF, а для многих продуктов. Соответственно, приобретаются некоторые, как это, кредиты, что ли, называется, вот, которые можно использовать либо для облачных услуг, для потребления облачных продуктов, либо эти кредиты можно использовать для использования VCF в локальном СОДе. Соответственно, все это получается дешевле, стоит дешевле, примерно там в три раза дешевле, чем покупать полноценный стек Cloud Foundation. Вот. Но каждый год надо, соответственно, обновлять вот этот Cloud Universal. То есть надо платить. Это модель именно подписочная. В результате CapEx заменяется на OPEX. Вот некоторые наши заказчики говорят, что так удобнее отчитывать по бухгалтерии, когда это не капиталовложение, а это текущие расходы, каждый год возобновляемые, точно так же, как оплачивается, там, не знаю, электроэнергия, как оплачивается, там, тепло, газ, вода и так далее, и так далее. Вот. Это обеспечит бесшовную миграцию в публичные облака. То есть если вы захотели часть нагрузок перенести в публичные облака, вы эти же самые кредиты, Cloud Universal кредиты, используете в публичном облаке. Вот. И, соответственно, поддержка DevOps на базе Tanzu, поскольку Tanzu изначально обеспечивает подписочную модель, то в данном случае вот эта подписочная модель становится единая общая для всех компонентов. Более подробно можно посмотреть по ссылочке, которая приведена внизу слайда. Сергей, я правильно понял, что это облачная подписка именно в облаке? Ее можно использовать как в СОДе, так можно использовать и в облаке. То есть облачная подробность в локальном СОДе, да. Ну, соответственно, все продукты, входящие в состав Cloud Foundation, тоже идут по подписке. Да, да, именно так. Вот это необычно, потому что до сих пор все продукты были именно с Perpetual лицензией, и только Tanzu был по подписочной модели. А вот это WinVac Cloud Universal, ну и, соответственно, VCF Subscription, вот это впервые такая новая модель, все продукты по подписке. Ну, я так понимаю, кроме ВЦентра. Или ВЦентр? По подписке, я думаю, его еще нету. Да, вот здесь я, скажем, не готов ответить. Наверное, да, без ВЦентка, наверное, ВЦентр все-таки перпечивал. Надо уточнять. Сергей, еще вопрос у под Вячеслава. Будет ли добавляться функционал в Tanzu для работы с Distributed Switch? Tanzu, Distributed Switch? Distributed Switch, он есть. Дело в том, что без NSX нам нужно как-то сеть и протянуть до подов в Tanzu. Вот если мы не используем NSX, то там есть свои встроенные вещи. Как они? Антре и... Ой, еще один вылицел из головы. Ну, в общем, дополнительные средства какие-то. Да-да-да, да, есть свои встроенные компоненты, сетевые компоненты, которые есть непосредственно в Tanzu. Вот. Они менее функциональны, они послабее. Есть табличка сравнения с NSX-T. Вот. В принципе, их можно использовать без NSX-T. Ну, возможности будут слабее, конечно. Спасибо вам. Дополнительные информационные ресурсы. Значит, документация по VMware Cloud Foundation. Основная находится на corevmware.com. Пожалуйста, смотрите. Очень полезный, очень хороший технический ресурс. Ну, и, собственно, документация у нас, вся документация по всем продуктам есть в открытом доступе. Даже не требует регистрации. Все свободно доступно. Пожалуйста, техническая документация доступна. Для VESAN. Вот я еще дал ссылочку на VESAN Sizer Tools для того, чтобы правильно рассчитать VESAN. В том числе и под Cloud Foundation. Ну, и вот целый ряд еще дополнительных ресурсов, которые относятся к Cloud Foundation. Потом, когда будете смотреть эту презентацию еще, когда мы разошлем, вот можете по этим ссылочкам дополнительно посмотреть какую-то информацию. И хотел остановиться еще на одном моменте. Лучше, конечно, попробовать, чем все это смотреть или там слушать. Но для того, чтобы развернуть полноценный Cloud Foundation, даже хотя бы в консолидированной архитектуре, требуется минимум 4 хоста. Есть вот такой упрощенный вариант VLC, VCF Lab Constructor. Вот разработано, как бы в блогах описано, разработано специалистами упрощенная, облегченная конфигурация, которая позволяет все это развернуть во вложенной виртуализации на одном хосте. Вот такую лабораторию. Вот на достаточно одного сервера для того, чтобы все это поднять и посмотреть. Там разворачиваются 4 виртуальных ESXI хоста. Вот на них поднимаются все остальные компоненты и так далее. Очень рекомендую посмотреть и попробовать попользоваться. Да, ну и последнее, о чем хотелось бы сказать. Сейчас у нас в VMware проходят наши весенние вебинары. Вот хотел пригласить вас посмотреть, послушать. Есть обсуждения на Телеграме, есть анонсы, есть записи прошедших вебинаров. Вот смотрите тоже. Есть русскоязычные группы в Телеграм. Есть у нас ресурс pro-sddc.ru, где обсуждаются и приглашаются на конференции. И идет вот такое неформальное обсуждение различных технических вопросов. Ну и еще вот такие подкасты. И интересный канал на YouTube, Крип, критические работы по инфраструктуре. В пятницу ведут наши специалисты. Два Алексея практически каждую неделю рассказывают о новинках того, что появилось у нас нового. Ну и лабораторные работы. Все практические продукты можно посмотреть в виртуализованной инфраструктуре в облаке. Вот hall.vmr.com тоже рекомендую пользоваться. Ну и, конечно, обращайтесь к нашему партнеру компании СИСОФТ, смотрите записи вебинаров, которые проводятся у СИСОФТ, и обращайтесь по различным вопросам. Да, Сергей, спасибо большое. Очень подробно и интересно, мне кажется. Вопрос еще из чата по поводу SSD-накопителей. Я так понимаю, что есть список совместимости, да, какие-то? Да, есть список совместимости с SSD-накопителями, причем этот список именно для ВИСАНа, то есть не все, что годится для ВИСФЕР, годится для ВИСАНа. Для ВИСАНа более жесткий, более струкий отбор SSD-накопителей есть. Причем для ВИСАНа обязательно SSD-накопители на уровне кэширования, и там, как правило, используются в Write Intensive диске с большим количеством циклов перезаписи. Вот, они дорогие, но используются небольшого объема. Вот, SSD-накопители можно использовать и на уровне хранения информации. Там можно либо магнитные диски, либо SSD. И там, как правило, уже Read Intensive диски используются, которые имеют меньшее количество циклов перезаписи, вот, но зато они дешевле, больше по объему, и, соответственно, стоимость хранения получается дешевле. Либо можно гибридный ВИСАН строить, то есть SSD плюс магнитные диски, либо All Flash ВИСАН, то есть SSD плюс SSD, но, может быть, разного типа SSD. Тут еще небольшое точнее, в плане чтения записи, SSD ограничены. Да, ограничены. Вот, поэтому я говорю, что в кэше, где идет наибольшее количество записей, там, как правило, используются в Write Intensive диске, которые обеспечивают большую износостойкость. А для хранения Read Intensive, ну, либо Mixed Use диски, они менее износостойкие, но там меньше идет операции записи, там больше идет операция чтения, и они дешевле. В общем, коллеги, если там какие-то нужно подобрать или уточнить, что совместимо, что нет, там присылайте запросы на infrasubaxis.ru, мы всегда поможем, подскажем наиболее оптимальный вариант. Да, да, конечно. Можно мне также присылать запросы? Да, конечно. Вот, этот список с MissyMision общедоступен, можно зайти vmware.com.go.htl, вот, ну, а там в сториджах надо выбрать еще отдельный пункт, что когда вы используете не Vissan RediNode, а собираете из отдельных компонентов, и тогда отдельно проверить по списку совместимости контроллеры ввода-вывода, хбашки, SSD-накопители и магнитные диски. Да, спасибо, Сергей. Пока вопросов нету, давайте тогда, коллеги, спасибо большое, спасибо большое, Сергей, что нашел время, коллеги, спасибо, что нашли время поучаствовать в нашем вебинаре. Если будут дополнительные вопросы, напишите нам, мы всегда готовы на них ответить. Какое-то время будем еще находиться, минут 5-10, там, примерно, на площадке, если какие-то возникнут вопросы, мы постараемся на них ответить в режим онлайн. Да, коллеги, всем спасибо, хорошего дня. Я еще буду находиться здесь, и если сейчас вопросы будут, я тоже готов отвечать на них. Да, коллеги, запись вебинара потом будет всем доступна и разослана на нашем YouTube-канале, если потом будет время, посмотрите предыдущие наши вебинары. Спасибо. 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 Спасибо.